Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях. Добрый вечер! Тонкая игра артистов с первых минут вызвала у зрителя чувство сопереживания. Труппа Северо-Осетинского академического театра представила постановку «Овод». Президент Алан Гоглоев посетил пункт пропуска Нижний Зарамак, где принял участие в рабочем совещании по вопросам реконструкции. Алан Гоглоев осмотрел объекты, обустроенные в рамках модернизации пункта пропуска и оборудованные для быта граждан. Как отметил директор Департамента госполитики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Министерства транспорта РФ Михаил Кукаев, в скором времени заработают дополнительные полосы, которые были модернизированы в рамках реализации программы. Президент обозначил проблему возникновения пробок, заявив, что при вновь построенных полосах важным остается их фактическое функционирование. Следует отметить, что при наличии дополнительных полос, если они не будут функционировать в полном объеме, все равно останется проблема с многочасовыми пробками. Для максимального комфортного пересечения гражданами границы президент предложил создать рабочую группу, которая будет в ручном режиме решать возникающие проблемы, такие как пробки на пункте пропуска. Михаил Кукаев отметил, что необходимо проработать этот вопрос совместно с соответствующими службами. По его словам, в апреле текущего года также будет компоновочная схема, где будут расписаны все этапы работы по реконструкции пункта пропуска. «Наша задача, чтобы люди себя чувствовали комфортно при пересечении пункта пропуска», – добавил Кукаев. Президент Алан Гоглоев подписал указ об освобождении Алексея Варзиева от должности руководителя службы внешней разведки. Еще одним указом главы государства обязанности руководителя службы возложены на заместителя главы СВР Андрея Гоглоева. Сегодня отряду милиции специального назначения исполняется 21 год со дня образования. С праздничной датой бойцов поздравил президент Алан Гоглоев. Глава государства отметил высокий уровень подготовки и готовность бойцов отряда к выполнению самых ответственных задач. Подробности далее. Президент Алан Гоглоев поздравил сотрудников отряда милиции специального назначения с 21 годовщиной со дня образования отряда. Глава государства посетил торжественное построение личного состава, которое состоялось на территории расположения отряда. В своей поздравительной речи Алан Гоглоев отметил профессионализм сотрудников УМСН. Бойцы отряда служат примером патриотизма для подрастающего поколения, сказал он. Высокий уровень подготовки и готовность к выполнению самых ответственных задач гарантируют безопасность граждан республики и укрепляют закон и правопорядок в государстве. Вы зачастую несете службу в условиях, требующих особых навыков. Но решительные действия в самых сложных ситуациях говорят о высокой профессиональной подготовке и постоянном повышении необходимых навыков. Алан Гоглоев поблагодарил собравшихся за самоотверженное служение Родине. Благодарю вас за службу, самоотверженное служение наших общих ценностей, за постоянное стремление к совершенству решений поставленных. Перед вами задача. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов. И пусть каждый день будет наполнен гордостью за вашу службу и уверенностью в собственных силах. Министр внутренних дел Алан Гучмазов поздравил личный состав ОМСН с профессиональным праздником и подчеркнул, что ни одна из операций правоохранительных органов не обходится без активного участия сотрудников спецподразделения. Как и 20 лет назад, в наши дни сотрудники отряда участвуют в проведении мероприятий, направленных на предупреждение пресечения преступлений по задержанию особо опасных преступников. Сегодня практически ни одна из операций правоохранительных органов не обходится без активного участия сотрудников ОМСН. Алан Гучмазов отметил ветеранов спецподразделения, которые внесли большой вклад в безопасность нашей республики. Глава МВД также выразил слова благодарности в главе государства и вручил ему памятную юбилейную медаль к 20-летию образования СОБР. Далее состоялась церемония награждения отличившихся бойцов. Указом президента специальное звание полковник милиции было присвоено подполковнику милиции, заместителю командира ОМСН Владимиру Плиеву. За большой вклад в дело обеспечения законности и правопорядка и многолетний плодотворный труд, почетное звание заслуженный работник правоохранительных органов, было присвоено командиру отряда милиции специального назначения Руслану Бетееву. Продолжение следует... Ряд сотрудников были награждены медалями «Защитнику Отечества» и «За службу на Страже мира в Южной Осетии». Наградить медалью «Защитнику Отечества» Мамиева Алана Витальевича. После Алан Гоглоев передал ОМСН автомобиль УАЗ «Патриот». По традиции в заключении торжественной части мероприятия личный состав УМСН представил показательные выступления с элементами задержания автотранспорта, с вооруженными преступниками и освобождения заложников, а также продемонстрировали навыки владения оружием. Лена Газаева, Регина Черткоева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск «Сегодня». Отряд милиции специального назначения работает в тесном сотрудничестве с другими ведомствами правоохранительной системы. Отвага, профессионализм и самоотверженность – главные и неизменные составляющие деятельности бойцов. Они готовы к любым вызовам и угрозам безопасности и постоянно повышают профессиональный уровень. Об истории становления отряда расскажет Оксана Джоева. Отряд милиции специального назначения МВД Республики Южная Осетия был образован в 2003 году. Тогда это был СОБР – специальный отряд быстрого реагирования и был основан с целью обеспечения безопасности и защиты граждан и интересов государства. 21 год отряд предотвращает опасные преступные действия, противодействует организованной преступности. Бойцы СОБРа с честью и достоинством выполняют сложные и рискованные задачи. Отряд милиции специального назначения работает в тесном сотрудничестве с другими ведомствами правоохранительной системы и со специальными службами. Чтобы быть готовыми к любым вызовам и угрозам безопасности, бойцы постоянно повышают уровень профессионализма. Кроме борьбы с внутренним врагом, отряду пришлось встать на защиту рубежей Республики Южная Осетия в 2004 и 2008 годах. Сотрудники СОБРа рисковали жизнью и принимали активное участие в обеспечении безопасности страны. За проявление героизма в ходе военных действий в августе 2008 года три сотрудника СОБРа награждены высшей государственной наградой Республики Южная Осетия. Ордена УАЦа Монга удостоены Альберт Гоглоев, Шурейна Декануидзе и Андрей Лалиев. Оксана Джоева, Зарима Арсоева, ГТРК ИР, информационный выпуск. Сегодня. Глава администрации из Наурского района Алан Гобозов в рамках плановых встреч встретился с жителями сел Зиуатской сельской администрации. Алан Гобозов в своем выступлении отметил, что знаком с проблемными вопросами сельчан и поэтапно они будут устраняться. В планах заасфальтировать основную дорогу, ведущую в село. Благоустройство требуют и сельские дороги. Также необходимо решить вопрос водоснабжения сел, где существует острая нехватка питьевой воды. Жители озвучили и проблемы, связанные с уличным освещением. Глава района подчеркнул, что озвученные проблемные вопросы не останутся без внимания и будут решаться. Продолжение следует... В Министерстве образования и науки состоялось отчетное заседание коллегии по итогам деятельности ведомства. С результатами работы выступил министр образования Аслан Лулаев. Он отметил, что в минувшем году уделялось повышенное внимание программе духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, сохранению, изучению и развитию осетинского языка. Какие еще вопросы затронуты в репортаже Стеллы Бязровой. Поэтапное внедрение современных систем образования, улучшение академической успеваемости учащихся и работа над развитием осетинского языка. Приоритетные задачи, которые стояли перед Министерством образования в прошлом году. Отчет о проделанной работе представил Аслан Лулаев. Были проведены как городские, так и республиканские олимпиады практически по всем предметам. Они стали основным показателем уровня образования учащихся. В отборочный тур Всероссийской профильной инженерной олимпиады «Звезда» проведены министерские контрольные работы для обучающихся 10-11 классов, являющихся кандидатами на золотую и серебряную медали. С целью выявления психолого-педагогической готовности детей к школьному учению был проведен мониторинг готовности к школьному учению воспитанников подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений. В течение отчетного периода проходила работа по программам духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и сохранения изучения и развития осетинского языка. Отделом проводилось множество мероприятий, различные конкурсы, связанные с осетинским языком. Помимо этого разработана концепция развития осетинского национального образования и воспитания в республике. Мы разработаны и утвержден базисный план для дошкольных образовательных учреждений к программе МАЛУСА. Ну и, соответственно, ежегодно к учебнику АПИХА для первых классов мы тиражируем рабочие тетради. Издание учебника по истории осети вопрос пока открытым. Безусловно, его выход в свет является важным звеном в сохранении и передаче культурного наследия. По информации Лулаева, работы по подготовке учебника к изданию возобновились. Над материалом работали известные историки, профессоры, научные работники Южной и Северной Осетии. В книге будут охвачены все важные этапы этносоциального развития осетии от древних времен и до новейшей истории. Мы с вами долго говорили. Получен макет учебника по истории Южной Осетии. На данный момент времени он изучается нашими педагогами по истории осетии. Вносятся необходимые корректировки технического плана. Хочу подчеркнуть, что финальную редакцию произвел всем известный Руслан Сулейман Жибзаров. Учебник готовится к верстке. И я очень надеюсь, что к сентябрю будущего года данный учебник поступит в общеобразовательные организации республики. Важной составляющей образовательного процесса являются тематические конкурсы. Учащиеся школ республики принимают участие в различных конкурсах. У 11 победителей интеллектуальных соревнований была возможность отдохнуть в детском центре «Смена» в Анапе. Декабрь 2023 года 11 школьников из Южной Осетии при поддержке Министерства образования стали участниками дополнительной общеобразовательной программы «Всероссийский фестиваль русского языка и русской культуры» на площадке Всероссийского детского центра «Смена» в Анапе. По итогам программы присуждена ежегодная премия словом победителем, в которой стала наша учащаяся буква Виктория. В течение года для педагогов школ республики проводились курсы повышения квалификации, семинары, встречи с коллегами из Российской Федерации. По словам Лулаева, поэтапно улучшается и материально-техническая база. Образовательные учреждения республики оснащены всем необходимым, в достаточном количестве обеспечены учебниками. Коллегия оценила работу Министерства как удовлетворительную. Далее участники обсудили план приоритетных направлений на следующий учебный год. Сегодня клуб «Аполлон» отмечает 52 года со дня образования. Клуб был основан по инициативе Тамары Шавлоховой в 1972 году. Из тех самых пор является самым востребованным и инициативным клубом Южной Осетии. Истории, пропитанные временем, дыхание родной земли и приобщение как молодежи, так и людей старшего поколения к прекрасному. В основе работы клуба «Аполлон» сохранение традиций и исторически важных объектов прививания любви к родным местам Осетии путем восхождений и экспедиций, а также открытие новых интересов для активного досуга. Стены клуба до сих пор помнят имена тех, кто когда-то становился частью «Аполлона». Но времена меняются, а на смену ветеранам клуба приходят новые амбициозные студенты, покоряющие вершины своего Олимпа. Северо-Остинский государственный академический театр имени Владимира Тхапсаева представил на судью гостинского зрителя постановку «Овод» режиссера Эльдара Трамова. В судьбе героя спектакля немало неординарных событий. Тайна рождения, предательство близких людей, трагическая безответная любовь. Все эти переживания были мастерски переданы и вызвали у зрителей искренние эмоции сопереживания судьбе героя. Тему продолжит Анна Гаева. Революционно-романтический роман американской писательницы Этели Лиан Войнич нашел свое отражение в призме искусства. Гастроли Северо-Оститинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева прошли на сцене Гостромтеатра Южной Осетии. Режиссер Эльдар Трамов погрузил зрителей в мир романтики и политических пертурбаций. История юноши бесконечно влюбленного в жизнь, ценящий каждый миг, проведенный вместе с важными для него людьми и полного идей. Артур Абертона впоследствии оказывается обманут и отвержен. Артур подстраивает свою смерть и после 13 лет возвращается на родину под другим именем, изуродованной внешностью и судьбой. Он предстает пред людьми, которых когда-то любил в образе журналиста с псевдонимом Овод. Игра актеров, несомненно, оставила глубокий отпечаток в сердцах зрителей и заставила задуматься над собственными убеждениями и ценностями. В главной роли Гиви Валиев, художественный руководитель Северосетинского государственного академического театра. Овод разбудил в сердцах зрителей поистине искренние эмоции, сочувствуя к своему герою. Как отметил худрук, театры Южной и Северной Осетии и в дальнейшем будут укреплять отношения и чаще будут наведываться друг к другу с новыми постановками. Мы сейчас к нам должны приехать в театр Южной Осетии со спектаклем «Последний свидетель». Также мы должны сюда приехать в день театра. Буквально на днях мы определимся, чтобы два театра вместе отпраздновали день театра. А здесь, в Южной Осетии, это будет интересно. Бурные овации при здании зрителя получила труппа Северосетинского государственного академического театра, которые дотронулись своей игрой до самых глубин человеческой души. Анна Гая, Варинат Медоев, информационный выпуск «Сегодня». А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике Ясно, в Знаурском районе днем плюс 10, ночью плюс 2. В Царском районе днем 8 градусов тепла, ночью минус 2. В городе Квайса днем плюс 6, ночью минус 2. В Ленингорском районе днем 7 градусов тепла, ночью нулевая температура. В столице республики Вцхенвале днем 9 градусов тепла, ночью 0 градусов. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуоева, желаю вам всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...